Очередная посылка из Китая, дошла за 32 дня, шла через почту Сингапура, и это у нас аккумулятор литий-ионный на 2000 мАч, 3,7 вольта. Посылки такие дешевые не трекаются по Украине, и в Укрпочте есть такой соблазн где-нибудь ее потерять или где-нибудь ее стырить, так как трек не отслеживается, и почему бы ее не прикарманить. Есть такие нехорошие почтальоны. Давайте вскроем и посмотрим на сам аккумулятор. Аккумулятор у нас вот такой небольшой, в высоту 5 см, в ширину 3,5 см и в толстину 1 см. Плюс у нас залепленный, чтобы не закоротило. Здесь у нас написано XZK, в описании у продавца было написано, что якобы бренд называется ANLB. Я так думаю, от фонаря, наверное, написал просто, чтобы строчка была заполнена и все. Маркировка нашего аккумулятора 103-450, ну или 10-35-50. Это просто размер написано, да, вот 10 мм здесь, 34 здесь и 50 здесь. Ну и вы можете спросить, нафига я купил себе аккумулятор. А купил я этот аккумулятор, чтобы восстановить свою портативную настольную LED-лампу. Есть у меня вот такая вот лампа. Обзор на нее, кстати, есть у меня на канале. Пару лет назад ее покупал. Вот такая она LED и она переносная. Здесь вот кнопочка включить-выключить. Здесь вот вилка для заряда. Пользовался этой лампой не так часто, но пользовался. Но последний раз, когда это было, это было год назад, я просто ее положил в коробку и забыл про нее. А потом вспомнил, блин, у меня же лампа такая есть, можно ей подсветить. Достал ее и, естественно, она разрядилась полностью. Существует диоды даже чуть-чуть не светились. Я ее поставил на зарядку, загорелся индикатор заряда, вот этот. И где-то через полтора часа перестал он гореть. Я думаю, ну все, наверное, зарядилась, класс. Вытыкнул ее с резетки и как-то здесь вот так вот на боках что-то какая-то подозрительная влага была. Думаю, что за хрень, не понимаю. Открываю лампу и смотрю, опача, а это что за деформированная такая вот, как просмаленная штучка, что это за хрень. Кнопку раз, а кнопка еле с трудом нажимается, тоже деформировалась. Но, естественно, ничего у меня не включилось. Я ее разобрал, кстати, у меня сейчас разобранная, вот так вот раз разобрал. Тут винтики открутил, под ножками были. И здесь оказался вот такой вот аккумулятор. Аккумулятор сдулся, банки он приоткрылись и из банок вытек электролит. То есть, получается, здесь аккумулятор был кислотный, не литий. Насколько этот аккумулятор история умалчивает, то что никаких опознавательных знаков на нем я не нашел, кроме плюс-минус и все. И почему он сдулся? Я хз. То ли от старости, то ли от переразряда. Почему от переразряда? Потому что, когда я открутил плату заряда, перевернул и охренел. Здесь ничего нету. Здесь нету ни контроллера заряда, и здесь даже нету никакого контроллера, который бы понижал на пробу. Сюда вот подается 220 напрямую. Диодный мост, вот 4 диода. 4 резистора и 2 кондера. Этот кондер, кстати, вот он лопнул. То ли из-за этого кондера, что он был уже убитый, разнесло аккумулятор. То ли уже когда аккумулятор разнесло и разнесло кондер. Но кондер именно вот эта вот метка от него, он был сюда вот вплавленный. Я еле отодрал. Здесь вот видно. И какой-то резистор у нас обуглился. Как здесь напрого понижалось через вот эти вот резисторы, я не знаю какой номинал, но сюда вот напрямую 220 подходило. А сюда, скорее всего, 3,7 вольта, потому что я подключал обычный 18650, ну я проверял, а 3,7 вольта заработает лампа или нет. И лампа заработала. Так, смотрите, сейчас можно попробовать будет даже запустить. Ну и все, она заряжена, конечно. Опа. Видите, все отлично работает. Как она понижалась до 3,7, скорее всего, ну вот через эти вот резисторы. Ну вот еще вот, может, вот который сгорел тоже как-то понижал, но жесть полная. Я, конечно, офигел с китайца, что здесь вот такая вот плата стоит заряда. Решил прикупить себе такую новую, то что в хозяйстве как бы пригодится, посмотрел. А там цены от 5 баксов и дальше начинаются. А там и по 10 есть баксов такие вот лампы. И дешевле было за 3,5 бакса купить себе аккумулятор и ее восстановить. Я это вот все отсюда выкину, отсюда это вот тоже выкину. И поставлю сюда модуль заряда. Вот такой вот TC4056A. Вот сюда вот его вставлю. Как раз вот здесь будет заряжаться у меня USB-шка. И аккумулятор забыл примерить, влазит ли наш аккумулятор. Но аккумулятор не совсем влазит. Но это потом я разберусь. Классная, кстати, штука. У меня вот мой фонарик, который LED, вот этот. На нем через полу сломался контроль от заряда. Я вот привинтил вот этот модуль. И все отлично заряжает. Все отлично у нас светит. Ну, такой, конечно, колхоз стайл получился. Но все работает, все отлично. И здесь будет у меня тоже все работать. Ну, давайте ленте С еще замерим на трубу. Ну, я думаю, 3,7 должно быть здесь. Даже у нас 3,9. Так что с аккумулятором все нормально. Аккумулятор рабочий. И хочу вам показать конечный результат. Значит, вот восстановил я лампу. Смотрите, все у нас работает. Включается. Включается. Выключается. Почему два раза включается? Потому что на лампе было два режима яркости. Посветлее и потусклее. Я тут пытался заколхозить. Вот здесь вот. Нихрена у меня не получилось. Вот так вот получилось все поналяпать. Но получилось только в одном режиме сделать. В принципе, нафиг мне два режима и не нужно. Там я все повыпавил, кроме этой вот кнопки. Хема тут какая-то шайтанообразная была. Когда я пытался разобрать эти резисторы и тоже сделать два вида освещения, чтобы напрямую было через резистор, почему-то у меня ни хрена не получилось. Почему? Я не знаю. Что-то тут с дорожками намудрено. Поэтому зафигачил напрямую. Нормально. Вот здесь вот так вот у меня располагается аккумулятор. Пришлось вот эти вот стоечки немножко подрезать. И вот здесь вот тоже стоечку подрезать. Иначе он в контроллер упирался. Вот здесь вот так вот вставляется. И не дает она никуда ему деться. Да и он там плотенько сидит. Никуда не денется. Ну и вот она сама плата заряда. Немножко получилось у меня она кривоватая. Ну то есть стоит неровно. Потому что когда я заливал вот сюда термоклеем, я ее держал, чтобы она ровная была. Но у меня жахнул пистолет именно во время процесса. Коротнул и с него искры полетели. Я ее давай быстрее выключать с резетки. Естественно лампу положил. И когда уже взял в руки лампу, она вот так вот криво встала и приклеилась. В принципе шнур коннектится нормально. Пойдет и криво. Вот так вот накрывается это все крышечкой. Здесь болтики прикручиваются. Ножки назад приклеиваются. И вот она восстановленная моя лампа. Вот так вот наискось немножко не сду. Ну еще раз повторюсь, кабель нормально коннектится. И лампа у нас работает. Ремонт удался. И вставочка с тестами лампы. Ну то есть аккумулятора с тестами. Значит несколько раз я ее зарядил, несколько раз ее разрядил полностью в ноль. Аккумулятор здесь реальный где-то на 1800. Там плюс-минус 2000 нет. Ну возможно если на потерю честь. Ну не знаю. Ну короче 1800. Реальных здесь есть на аккумуляторе. Миллиамбер часов я имею ввиду. И хватает работы часов на 8. То есть 8 часов она отлично светит. Нормальный свет. Я ее сейчас кстати использую как дополнительную подсветку. Чтоб вот сбоку мне снимало. У меня сейчас на штативе на новом камера стала выше стоять. То что он повыше старого. И получается что когда что-то вверху показываю. То плохо видно. Я вот или подсвечиваю сверху. Вот так вот. Или ставлю ее сбоку. Вот она у меня здесь стоит. Иногда в кадр попадает. Ножка вот так вот стоит. Светит вот с этой стороны. Чтоб видно было лучше. Так вот на 8 часов яркого света хватает. Не фиг делать. Потом она начинает тухнуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть. И чтобы полностью высадить. Там стоит у меня сутки. Пока полностью тухнет. Вот такие вот тесты батареечки. На этом в принципе как бы все. Аккумулятор нормальный. Все работает. Сами все видели. Лампа моя на нем запускается. Ремонт прошел удачно. Кто хочет себе такой аккумулятор. Ссылку оставлю в описании. Переходите и заказывайте. А кому понравилось видео. Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить очередное видео. Да и не забудьте нажать на колокольчик. Чтоб приходили оповещения. Ну и конечно восстанавливайте свою бытовую технику. Ничего в этом сложного нет. Субтитры сделал DimaTorzok